Ребята, не имей 100 рублей, а имей 100 Сантьяк, друзья мои. Вот вам мой единственный вам совет и последний. Так, надо изоленту. Друзья, всем привет. Вы на канале Владимир Шнарев, дневник автодиагноста. Появилась проблема. Сантьяго, будем говорить, мой коллега, взялся помочь. Я в этом деле не силен, он разбирается. Проблема такая, Саша, скажи, пожалуйста. То есть, наступили морозы, ребята. Да, наступили морозы, Вова решил поставить машину на автопогрев. Но столкнулся с такой ситуацией, что функция не работает. Style Line B9, то есть, современная сигнализация, замки, все работает. Кстати говоря, я понял, что не работает по температуре. Я стал в мороз, ну, были 28 морозов. Я стал заводить по времени, по таймеру. Три часа, ну, там три-четыре, ну, там три-четыре. Ну, в общем, я бы мне как было три, так и переставлял. Ну, вот, Сантьяго сказал, что не мороз, сделаю. Да, то есть, вот, функционал есть. Но, я не знаю, оно видно будет. Нет, то есть, вот, делаем опрос. Low T. Все, это ошибка датчика, что датчик не отзывается. Салонный. Салонный работает, вот, плюс 11. Вот так, ребятки. Еще раз опрашиваем подкапотный датчик, которому. Low. Low, ошибка, ошибка, либо обрыв. Да, то есть, сейчас будем искать датчик. Держи. Ну, что, друзья, открываем капот. Давайте посмотрим, открываем капот. Так. Открыли капот. Саша, открывай, пожалуйста. В сторону. Она в обратную сторону. Да. У японцев наоборот. Отпускай, Саша. Готово, ребята. Сейчас мы разберем, сюда подлезем. То есть, у нас температурный датчик подкапотный крепится, подключается между... Я считал, что двигателю, считал, что нужен температурный двигатель. Нет, он прикручивается, типа. Ага. Но подключается он между массой и датчика открытия капота. Поняли, ребят? То есть, открою? Это просто. Вот он, датчика открытия капота. Вот он у тебя, да? Все. Так, свет? Свет? Нет, нет, Саша, я сейчас делаю свет хороший. Вот, ребят, включили свет. Давай, Саша. Так, значит, масса, ну масса хоть откуда берется, да? Масса, вот она, да. То есть, вот он концевичок идет. Так, значит, он от концевика провода должен идти на датчик температуры. Так, мы смотрим. Вот он от концевика пошел. Вот приматывается, да? Вот он, он спускается, идет к колокольчику и пошел вон он. В салон. Пошел в салон. В салон, ребята, видно. Прям по жгуту, по старому, по штатному. А датчик где? Как это? Ну датчик вот должен тут быть. У тебя датчика нету. Так вот поэтому не обрыв. Ребята, значит, просто не поставь. Подожди, а ты сигнализацию ставил или такую купил? Нет, ребята, я купил машину. А, то есть ты брал машину, уже сигналка стояла? Я брал, да, и не парился. Ну, значит, при установке бывших хозяев... Сэкономили? Нет, по идее датчик он в комплекте идет. Нет, я понимаю, говорю. Видать, у установщик заныкал себе этот датчик. Ну, или сломали пока ставили. Ну, то есть, вот, смотрим, вот он жгут идет, он цельный. Он не разрезался, то есть датчик изначально тут не стоял. Значит, при установке его не поставили. Ну, вот так, ребята. Какая-то халтурка была. А, вот они и здесь вот массу. Слушай, а там оторван провод, Саша? Что за провод оторванный, Саша? Нет, он не оторван. Ну, как, вот он, Саша. Нет, это изоляция. Это масса? Да. Подпорчена изоляция. Да ты что, мой дорогой, все понял тебя. Она как этот. Ну, я говорю, видать, такой установщик был. Вот он и изоляцию, вот он пытался видать. Вот, от концевичка, вот это вот. То есть, видать, такой установщик. Или он забыл, или специально, то есть, ну, что гадать, ребята. Темная история. Значит, что, ребята. Ну, что, раз датчика нету, давай, езжай тогда за датчиком. А я пока по эту инструкцию посмотрю по установке и эти, как режимы выставлять. Я уже не помню, я у себя 6 лет назад ставил, я уже подзабыл, сейчас маленечко взбодрю память. Это устанавливается при помощи кнопки, как называется, Саша, кнопка эта? Валет. Валет. Все сервис на кнопку. Сервис на кнопку, ребят. Сейчас еще найдем сервис. Ну, я знаю, где сервис. Все, давай, этот. Я смотрю инструкцию, ты дай за датчиком. Все, ребята. Друзья, привез датчик вот такой конструкции, то есть, крепится где-то на двигатель и температура идет на терморезистор. Ну, он обязательно на двигатель. В инструкции указано как, что датчик ставится в подкапотное пространство, там не написано на двигатель, на патрубок, хоть где, там просто написано подкапотное пространство. Все, ребята, понятно все. Ну, что, давайте попробуем. Датчик есть. Так. Датчик есть. Так, давай маленько место освободим. Да, давайте, ребята, все равно двигатель 2 есть. Так, сейчас откручиваем. Так, откручиваем. Во-первых, здесь снимаем. Вот крастер чем хорош, конечно. Люди думали, как удобно сделать. Смотрите, ребята, как удобно, друзья. Вы понимаете, что буквально, буквально. Ну, они понимали, что места мало люди. Люди-то хорошие, понимали, что очень мало места. Поэтому смотрите, как удобно. И все. То есть, вроде пугает, а на самом деле очень удобно. А, ну вот и доступ к аккумулятору, все открывается. А самое смешное, ребят, но он поэтому и быстросъем сделал. Вы понимаете, что здесь был этот самый этот, как его, ну, воздушный фильтр, то есть не подлезть к аккумулятору. Где у нас плюс? А вот у нас, ребят, плюс. Представляете, да, ребят? Как все продумано. Понял? Какой плюсище. Так. Ну что, друзья? Ну вот, историю. А, да, вот позитив же написано. Позитивно. Да, да, плюсик, плюсик. Ну, во-первых, красный. Да, удобно. То есть, доступ к нему, сюда не подлезть плюс, но зато есть другой. В багажнике есть плюс. Ну что, друзья, давайте. Ну что, так, проверяем, да? Давайте проверим его, подключение, как Саша. Так, то есть, мы берем, снимаем с концевика, чтобы проверить нашу догадку. Догадку. Так, берем. Саша, дай зачищу больше, Саша. Подожди. Да, там для проверки хватит. Сейчас мы проверим, а потом уже будем глобально делать. Так, то есть, мы подцепляемся к концевику. Ребята, я думал, вообще какой-то отдельный провод должен идти. К концевику и подцепляемся к массе. Да, я подержу, пожалуйста. Да, все, я держу. Хорошо, когда человек понимает. Так, ну что, пробуем. Так, сначала опрос. Так, салонный. Так, салонный. Теперь опрашиваем подкапотку. Так, ребята. Ой, нет, не нажал. Ох, как громко убавлять. А, нет, все. Еще раз. Так. Все. 11 градусов. Вы представляете, ребята? Никаких лов, да, Саша? Нету надписи. А чисто показания. Ну вот, сейчас я его отсоединю. Дай. Давай, отсоединяй его. Все, я его отсоединяю и опять делаем опрос. Все, выдает ошибку или обрыв. Обрыв или... Вот так, друзья. Все. То есть, Саша, наш гений компьютерный, как всегда, очередной раз на высоте. Ну, я по автоэлектрике в мелкосрочке. В глобалку я не лезу. Там... Нет, там оборудование надо. Я так, по мелкосрочке. Ребят, как хорошо иметь таких друзей, а? Кто бы знал, блин. Я говорю, ну нету, ну нету, думаю, ладно. Так, ну сейчас подзачистимся. Ну и сюда кладем. Сейчас удлиним, что за проблема. Пайочка. А зачем? Его хоть куда? Там же написано подкапотка. На любой бомтик вот сюда вот сейчас прикрепить. Да, ребят. Да, даже вот сюда вот можно. Так и сделаем. Вот она. Да. Вот он. Вот здесь вот и будет. Да, ребят. То есть он, вот именно, почему я думаю, почему 5, почему 15? Потому что, конечно, то есть, ну думал, там градус на 20 его, чтобы он заводился, да? Ну, по стандарту, я сейчас инструкцию посмотрел, там стоит минус 5, минус 10, минус 18 и минус 25. То есть, когда на двигатель-то, двигатель-то остывает, ну будем говорить, температура-то по-другому маленько. На двигателе и в подкапотном пространстве. Вот о чем разговор идет. Так что сейчас еще будем думать, на сколько ставить на 10 или на 18. Ну, я у себя на 18. Вот, считай, у меня с 14-го года минус 18 стоит. Ну, как бы, замерзало, но там у меня аккумулятор кончился. Ну, ладно, будем пробовать. Вижу, вижу, вижу. Да, вот он коннект. Давай сюда, Саша, наверное, не войдет. Войдет. Ты смотри. На 10. Так. Сейчас лучше возьму. Ты так говоришь, как будто я в первый раз ставлю сигнал. Ну, ты голова. Я первый раз, поэтому я так и говорю. Понимаете, молодец? Буду я тут трахаться, ребята. Для этого есть специальные клички. Ой, мужики, я-то думал, тут, я думал, сейчас надо найти где-то на двигателе, понимаете, поверьте мне. Тихо, тихо, тихо. Да, 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 сейчас, сейчас, назад, 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 я понял тебя. У нас мало проводов, поэтому мы будем экономить длину. Нет, его поровнее просто, холода хватит. Не, ну, вот сюда вниз. Ну, конечно. Ну, какая-то. Чтоб он не торчал. Ну, давай, чтоб не обломит. Он торчит. Давай так. Все. Давай, давай. Конечно, зачем сопли оставлять? Так что, поэтому откручиваем. Сразу уберем эти сопли и туда же возьмем массу для датчика температуры. Там же возьмем датчика массу возьмем. Сейчас. Ну, от руки пошел этот. Этот пошел от руки. Ну, а что он? Не, ну, тот, который держал. Ну, потому что это саморез. Ну, это обычный. Или он тоже саморез? Тоже саморез. Тоже саморез. Сходить, как в детском лего. Ну, а что-то, в принципе, зазолировать, да и все. Сейчас припаяемся сюда, да и все. Что-то и зазолировать, да и все, Саша, аккуратненько. И сопли сделать в праздник. Подожди, вот этот вот тоже надо. Здесь же наконечник же есть. На, кусачки. Так, да, сейчас. А у тебя термоусадка есть? Ты обижаешь. У меня все любого размера термоусадка. Любого. Ну, а как без нее, ребят? Да там же это самое, как называется этот, как его. Саша, есть изолент. Там же наконечник. Как я тебе одену-то ее? Такую большую, чтобы через наконечник прошла. Давай изолентой, ну, что мудрить? Так, кусачки, да? Кусачки на месте. Лишнее убрать. Держи, кусачки. Лишнее убираем. Давайте, ребят, изолентой, ребят, что мудрить-то? То есть, какая термоусадка? То есть, я не знаю, он или так тянул, расплавить. Ну, тут открытого огня ничего такого нету, чтобы могло так эту изоляцию попортить. И нагрузки такой не расплавилось. Нет, нет, нет. Выбрасывай, все нормально. То есть, ну, значит, такой установщик был. Давайте, ребята. Ну, что, значит, тогда сейчас цепляемся, Саша, припаиваем, да? Так, сейчас подожди, массу к нему подцепляем. Это масса, ребят, черненький. Так, подцепляем к нему массу. Да, я сейчас, изоленточкой сейчас, я пропаяю, друзья, я не могу так. Я контакт, да, контакт, тем более, в Сибири на холоде при минус 30, при 40 бывает даже. Поэтому, что мы берем? Берем припой, берем плюс. Спасибо, Саша, что сделал в конце, молодец. То есть, посередине сделал, было вот. Вот, друзья, такой паяльничек, смотрите, вот все холодное, видите, да? Можно в рот даже брать. Я шучу, холодненькое все. Вот такое чудо-паяльник, который позволяет очень быстро, смотрите, маленечко жиру зацепил, и что мы делаем? Мы просто сюда прикасаемся. Руки трясутся, мать твою. Ну, кто скажет, что мы плохо работаем? Пайка шикарная. Осталось заинтолировать. Что мы сейчас и сделаем, ребята? Это у меня специальный паяльный жир, ребята, обожаю его. Канифоль, конечно, только чистая, а это берет все. И не кислота их берет 99%. Ну, у кислоты проблема какая, да? Она, допустим, к металлу вот это, к агрессивной какой-то подцепится, но его потом раствором соды надо обрабатывать, чтобы нейтрализовать. Давайте нейтрализовать, совершенно верно. Именно так. А иначе там пойдет окейс, и все отвалится. Совершенно верно. Конечно, не на следующий день. Кислота будет продолжать, да, разлагать. Все, что с ней связано, контактирован. Действительно, что делается. Холодно, ребят, поэтому, видите, не удивляйтесь. Ну, это масса, Саш. Здесь, в принципе, это что здесь сверстывать. Холодно, ребят, изолента, простите, некрасиво получается. Холодно, градусов, здесь 7 градусов в мастерской. Экономим, все богатство нашей страны здесь. Все, я сейчас одену. Я сейчас возьму трещоточку, Саш. Ты, танцевичок-то. Ага, хорошо, когда четыре глаза и два ума. Говорит, одна голова хорошо, а две уже некрасиво. Откручивание, да? Так что, Александр говорит, что мы не подлезем, а мы подлезли. Подожди, сильно не затянет. Я знаю. Вот тут туда, сейчас, снизу. Конечно, конечно, подожди, подожди. А, он здесь от руки же шел, слышишь? Ты же понял, что он здесь шел от руки легко. Так, ребятки, вот так его разворачиваю. Держи, ровненько его, спасибо. Вот так вот, как красиво было. Как это говорят? Запивать водку надо чем? Закусывать манной кашей и винегретом. Манная каша выходит легко, а винегрет красиво. Как и здесь. Так, масса мига. Теперь, концевичку. Так, вот здесь вот, надо будет сейчас провод подзачистить, потому что вот эта вот часть рабочая, ну, когда кнопка нажимает, да, чтобы не переломила, надо вот на эту вот жесткую часть тогда подцепить. Ну, проблем, ребят, зачем только зачищал, так я не понял. Чуть-чуть срезаем и припаиваем все, ребят, и запаиваем. Вот, смотрите, маленькая капелька. И макаю ее, полухолодную, макаю ее в жир. Представляете, вот, пожалуйста. Есть флюс внутри у него идет, ну, понятно, канифольта, всякая вука. А это здесь вот так вот удобно. И теперь, смотрите, просто прикасаюсь, просто прикасаюсь. Видите, что? Свет, то включается, то не включается. Ох, рука трясется, нифига себе. Вот, друзья, как вы понимаете, пайка заблестела. Это сразу сейчас проверим. Проба, друзья. Вот, все. 12 градусов. Вот так вот, ребят. Все работает, друзья. Так, и сейчас мне интересует, когда встанем на режим. А, подожди, давай сразу попробуем тогда прогрев включить. Давай включай прогрев. Так. Раз, два. Ну, давай тут на свету. Да, 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 да. Вот он. Заговелось. Третий слева, ребят. И подтверждаем. Включить. Кнопка включена. Так, вот, все. Стало. Так, у тебя заводские настройки на минус 5 настроены. Мы сейчас будем еще, ребят, перестраивать, будем на 15 градусов. Придется на 15 градусов программировать. Сейчас покажем, как мы это сделаем, ребят. Точнее, покажем. Александр сделает все. Ну, все. Я чистый. Поздравляю. Теперь у тебя работает прогрев по температуре. Ну, спасибо, дорогой. Ребята. Час осталось заизолировать. Ребята, не имей 100 рублей, а имей 100 Сантьяк, друзья мои. Вот вам мой единственный вам совет и последний. Так, надо изоленту покажем. Да. Дай-ка я его. Сейчас. Ага, ребята, изолента. Видите, холод в мастерской, друзья. Что сделаешь? Сейчас погреем. Ну, вот. А там изоляция получается вот эта вот вся цельная. Значит, врезки не было. То есть, получается, температурный датчик изначально не стоял. Да, это подтверждает догадку Сантьяка, что здесь датчика, ребята, не было. Не потому, что я с подобной сталкивался, у нас на работе у начальника примерно такая же ситуация, но у него сам датчик сдох. То есть, у него дизель, а он же детонирует. И вот где-то у него от времени, видать, где-то провод отрыгнул. Ну, кто скажет, что это халтура не... Это заводское все, друзья. Что ты там собрался еще? Его примутать теперь хочешь. Да-да, как он был. Ну, вообще, прям. То есть, делаем неподвижно, как он и стоял. Ну что, теперь не забыть, главное, контакт концевика подсоединить, и будет нам счастье, друзья. Зашибись. Вставляем. Вон он, хорошо видно, на себя чуть-чуть. Я отсюда вижу, хорошо. Отлично, отлично, отлично попал. Есть. Ну, чтобы... Вот она, видишь, часть эта ходит. Да, та. А здесь она вот намертва. Ну, то есть, как положено, друзья. Ближе к аккумулятору. Одеваем. Ну что, теперь программирование просим, Сантьяго. Чтоб наш... Наш компьютерный гений сделал нам еще и программу. Нахрен мне плюс пяти, чтоб она стояла, да, через каждые десять минут. Ну, друзья, сметь, как красиво все стало, да? Как все стало, ребят, красиво, обалденно, да? Все спасло. Спасибо. Вот так вот. Еще раз говорю, не имейте сто рублей, имейте сто Сантьяк. Вот теперь у нас будет мем, мем этого года, 2022. Так, ну что, на минус восемнадцать настраиваемся? Да. Инструкцию нашли. Так, ну, с чего начнем, с инструкции или с кнопки? Да нет, я прочитал. Давайте, друзья. Вот, валит кнопка, здесь она. Так, ну, начинается сейчас шаманство, ребят. Так, кнопочка, так. Дай мне свет, Саша, чтоб видно было кнопку. Ага. Thank you. Грязный, грязный, нафиг, по тебе не будет. Ну что, друзья, начинаем шаманство. Вот кнопка, валю. Так. Четыре, пять, шесть. Включить зажигание. Шесть раз пропикало. Так, четвертый режим. Раз, два, три, четыре. Теперь. Раз, два, три. Выключи вентиляцию, пожалуйста. Если вам нужно. Все? Так. Выключи радио сейчас, дай. Нажми, 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 нажми просто. И печки, и печку выключить. Так. Ну что, друзья. Момент истины. Момент истины, мои дорогие. Так, сейчас отключаем ее. И заново устанавливаем. Все? На минус 18 дистанет. Ребят, минус 18. Верите, да? Какое чудо. Теперь уже, вот как здорово. Буквально 15 секунд делов. Не фигайся, 15 секунд. А мозгу сколько? А сколько мозгу надо? Сколько это надо? Так, сейчас еще раз. Это у нас салон. В салоне минус. Здесь подвыветрилось было 11. Ну да. Подкапотка плюс 14. А от мотора начал нагреваться. 11 градусов было. Вот. А от мотора начал нагреваться. Уже плюс 14 показывает. Здорово, ребята. Все классно. Было минус 5, стало минус 18. Да, друзья. Если не будет устраивать на минус 10, 15 секунд поставим минус 10. Вот, ребята, сами видели, когда дело мастера боится. Вот, представляете, да? Я бы сейчас стал, может быть, дня два бы искал, где-то датчик прикручен в двигатель. Представляете? То есть, я думаю, что он ставится на двигатель. Потом провода идут где-то в разъем компьютера сигнализации этой. Блокость. Оказалось вообще смешно. Причем здесь кнопка капота. Причем здесь кнопка капота. Я вообще просто... Ну, она просто сам датчик температурный подкапотный ставится в разрыв массы и концевиком открывание капота. Вот так, друзья. Ну что, огромное спасибо, что досмотрели наше видео. Огромное спасибо за лайки, за то, что подписались, за комментарии. Ну и, как всегда, с вами был Владимир Шинарев и Сантьяго. Здоровья вам и вашим машинам. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok